Территория уздолша автодороги у Решицкем на Керунку завсёды покутаю от великой колькости смеття. Особливо это стало прикметно с надыходом весны. Другого красавика в регионе стартует и день леса. Однако в Гомельском лесгасе вырешили не чекать особливой нагоды и приступить до активной уборки уже сейчас. Обследовали наш лесной фонд и после зимы, как оказалось, много несоциальных свалок. Поэтому мы совместно с дорожниками решили сегодня провести такой, скажем так, субботник. Значит, все съезды, подъезды к городу Гомеля, все придорожные полосы убираем от мусора, которого после зимы накопилось достаточно. У макеевским лесництві до працы приступило больше як 100 человек. Гэта не тольки лесничы и работники Гомель-Аутодара. Допамогу оказывают студенты ГДУ и навучэнцы политехнічного коледжа. На протягу ближайших дзен им треба очистить от смеття коля 20 гектаров леса. Головное, каб на смену убранному сметтю не приходила новая. А для этого необходно ликвидовать причины его заявления. Вот Реческое шоссе у нас, там находится свалка буквально в 5 километрах от Солнечной, городская. Горсаб вывозит мусоровозами именно мусор с города. Очень много мусоровозов просто не закрывают эти нормальные люки на своих мусоровозах. Поэтому ветром выдувает всякие пакеты, целлофан и так далее. Представьте, что за день буквально 50 этих мусоровозов проходит. С каждого вылетит по бумажке, вот уже и засорённые придорожные полосы. Зразумело, что всё ж таки большую колькость смеття покидают люди после наведывания лесу. При этом многих не полохают штрафы, які могут скласти от 1 до 20 базовых величин. Для выявления порушальников только у макиюском лесництве у Сталяваны 10 фотокамер. Специалисты нас стоили вопросить, не покидать смеття у лесу. Гэта не просто выглядая неэстетично, а яше можа стать причиной пожару. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель».